Ассоциация была образована в 1967 году. Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. К договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, так называемому Баллийскому договору, присоединилась 31 страна. Мы открываем новые горизонты. В условиях, когда нас пытаются окружить санкциями, не понимают или не хотят воспринимать нашу страну в качестве самостоятельного участника международных политических и экономических отношений, мы, конечно, заинтересованы открывать новые рынки и новые страны. А ежегодные встречи глав государства и правительств позволяют принимать решения, направленные на расширение одной из самых влиятельных структур в мире. Сегодня «Асиан» – это общее население стран, членов 630 миллионов человек и внешний торговый оборот 2,5 триллиона долларов. Саммит «Россия-Асиан», а он, кстати, впервые проводится в Сочи, открылся деловым форумом. Сразу в двух залах отеля «Сочи-Пулман-Центр» проходят параллельные сессии. Участники саммита обсуждали вопросы глобальной экономики, а конкретнее экономическое партнерство России и стран Юго-Восточной Азии. Что для этого необходимо, какие разработать инструменты и механизмы. Говорили также о российском экспортном потенциале. От темы делового форума так и прозвучало «Зачем бизнесу России нужен рынок «Асиан» и «Зачем бизнесу стран «Асиан» нужен российский рынок». В дискуссиях приняло участие более 500 человек. Это предприниматели бизнес-сообщества нашей страны и государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы сопровождаем таиландских бизнесменов и ожидаем от форума облегчения сотрудничества между бизнесом Таиланда и России, между экономиками наших двух стран. Подобные встречи на высшем уровне укрепляют позиции российского бизнеса в странах «Асиан». Есть возможность установить прямые контакты между предпринимателями, повысить уровень информированности о возможностях и потребностях друг друга. Заинтересованность совместной торговой политики очевидна с обеих сторон. Предприниматели просят наше правительство быстрее двигаться по трекам создания преференциальных торговых отношений, зон свободной торговли, имея в виду и свободу движения товаров, и услуг капиталов, рабочая сила. Со вчерашнего дня проводятся двусторонние деловые переговоры, а сегодня уже подписаны различные соглашения. По итогам саммита России «Асиан» будет принята и сочинская декларация на ближайшие пять лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...